В жизни каждого пользователя наступает момент, когда жесткий диск компьютера забит до отказа. И видеофайлы в этом смысле самые прожорливые. В данном видео рассмотрим несколько простых способов, как можно сжать видеофайл и тем самым освободить место на своем жестком диске. В интернете можно найти много сервисов и программ для сжатия видео. Чаще они платные, иногда бесплатные. Я подобрала несколько бесплатных сервисов, к тому же они простые в использовании. Устанавливать на компьютер ничего не нужно будет, все будем делать в онлайне. Итак, первый сайт-сервис называется VideoSmaller. Здесь можно поменять язык. Поскольку сайт бесплатный, то здесь вылазит реклама, но тут уж ничего не поделаешь. Можно почитать информацию, как правильно сжимать файл. Здесь также сказано, какие форматы файлов поддерживаются. И максимальный размер файла 500 мегабайт. И этот сервис многофункциональный. Вот здесь в правом меню мы видим, что не только видео здесь можно сжимать, но и другие функции здесь присутствуют. Что ж, давайте загрузим файл. Я возьму какой-нибудь из своих видео. У меня есть файл размером 409 мегабайт. Загрузим его. Есть еще дополнительные опции. Если мы хотим получить лучшее качество, мы можем поставить галочку «Использовать низкий уровень сжатия». Но тогда, естественно, файл все равно останется большим. Также мы можем изменить размер видео. У меня стандартные для YouTube видео 1920 на 1080. Соответственно, если мы установим меньший размер, то видео сожмется сильнее. Но я не буду здесь устанавливать. И также мы можем удалить аудио из видео, если это необходимо. Но мне это в данный момент не нужно. Поэтому я нажму «Загрузить видео» и начинается обработка. Итак, на первом сайте обработка завершилась. Она длилась около 20 минут. Но тут зависит еще от размера файла. Чем меньше файл, тем меньше время ожидать. Сжатие произошло аж на 83%. То есть из 409 мегабайтов мы получили 67 мегабайтов. Чтобы загрузить, просто нажимаем на эту ссылочку. Сохраняем в папочку. И позже посмотрим, какое качество получилось этого видео. Следующий сайт называется «Вид.ИО». Это тоже многофункциональный сервис. Здесь огромное количество инструментов для обработки видео. Но они в основном платные. Нас же будет интересовать компрессор. А компрессор бесплатный для всех пользователей. Ограничение на размер файла здесь 1 гигабайт. И чтобы загрузить, просто нажимаем «Компресс видео». Перемещаемся в видеоредактор. И здесь сразу же нажимаем на кнопочку «Загрузить файл». Я выбираю тот же самый файл размером 409 мегабайт. Происходит его загрузка. И здесь у нас есть дополнительные настройки. Мы можем выбрать качество, которое мы хотим получить в результате. Низкое качество, соответственно, будет меньше всего размер файла. Среднее и высокое. Но я выбираю среднее. И также мы можем поменять размер файла. Я оставлю оригинальный размер. Но здесь также можно его уменьшить. И, соответственно, вес файла тоже уменьшится. Есть тут также дополнительные настройки. Это CRF. Я его оставлю без изменений. И битрейт тоже оставлю без изменений. Я знаю, что видео для YouTube должно быть не меньше, чем 30 фреймрейт. И после всех настроек нажимаем «Компресс видео». Сначала видео загрузится на сервер, а потом начнется его обработка. А я пока что нажму на паулу. Итак, обработка видео завершилась. Длилась меньше 5 минут. Видео сжалось аж на 73%. Теперь оно весит 115 мегабайт. Нам остается его только скачать. И позже мы сравним по качеству. Следующий сайт называется «Tools Rotato Up». Как видите, он тоже многофункциональный. И здесь есть разные действия, которые мы можем делать с нашими видео. Но нас будет интересовать «Компресс видео». Нажимаем. И что касается ограничений. На этом сайте можно загружать видео не больше, чем 1,9 гигабайт. То есть получается в 2 раза больше, чем предыдущий. И почти в 4 раза больше, чем первый сайт, который мы смотрели. Выбираем тот же самый файл 409 мегабайт. Загружаем. Здесь никаких настроек нету. Просто придется подождать. Я снова нажимаю на паулу. Видео обработалось. Обработка заняла 29 минут примерно. Видео сжалось аж на 84%. Теперь оно весит 65 мегабайт. Скачаем его в отдельную папочку. Еще стоит сказать об этом сайте, что он плохо работает с маленькими файлами. Я несколько раз пыталась загрузить файлы размером около 30 мегабайт. И он их сжимает до нуля, после чего эти видео просто не воспроизводятся. То есть можно сказать, что это недостаток. Но с другой стороны преимущество этого сайта, что он как раз работает с большими файлами. Вообще же этот сайт мне очень нравится. И я многие видео свои уже здесь поджимала. И на сегодня четвертый способ сжать видео, как бы странно это не звучало, это YouTube. Для этого способа у вас должен быть Google аккаунт и YouTube канал. Но если вы смотрите это видео на YouTube, то у вас все это уже есть. Не пугайтесь, при загрузке не обязательно открывать свое видео для просмотра. Во время загрузки можно выбрать опцию «Доступ по ссылке» или «Ограниченный доступ». Максимальный размер файла для загрузки на YouTube составляет 128 гигабайт. Это довольно большой размер. После загрузки видео в нашей YouTube студии мы должны перейти во вкладку «Контент». И здесь напротив каждого видео есть опции. Я выберу наше видео. Среди этих опций мы выбираем три точки. И здесь есть функция «Скачать». И я скачаю для сравнения. И видео, скачанное с YouTube весит 65,7 мегабайтов. Относительно ограничений на YouTube. Нужно помнить, что YouTube очень строго относится к нарушению авторских прав. Поэтому не стоит загружать контент, защищенный авторским правом или нарушающий правила платформ. YouTube может сразу же удалить такое видео, даже не загрузив его на хосте. И теперь нам осталось сравнить все четыре способа сжатия видео и определить, кто же победил в этом забеге. Я посмотрела все четыре видео, по качеству они примерно одинаковые. Простым человеческим невооруженным взглядом каких-то особенных дефектов я не заметила после сжатия. По соотношению размер исходного видео и степень сжатия, по моему мнению, конечно же, побеждает YouTube. На второе место я бы поставила сервисы Tools Rotato App из-за размера загружаемых файлов и простоты использования, а сервис Wid.io за скорость обработки и возможность настройки параметров. И не стоит сбрасывать со счетов сайт Video Smaller из-за его работы с относительно мелкими файлами. Это только некоторые самые простые и бесплатные способы сжать видео, так сказать, для домашнего использования. Есть также бесплатные программы, которые нужно устанавливать на компьютер. Одна из таких программ – Hands Break. По отзывам, неплохая программа. Еще одна бесплатная программа называется VLC Media Player. Также требует установки на компьютер. И есть также мобильная версия для Android и для iOS. Но это уже тема для отдельного разговора. Если же для вас большое значение имеет качество, то лучше пользоваться профессиональными видеоредакторами, например, Adobe Premiere Pro. Это платно и для более опытных видеографов. В принципе, в любом видеоредакторе можно выбрать оптимальные настройки между качеством видео и размером файла на выходе. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Я же прощаюсь. Смотрите также другие видео на моем канале. И до новых встреч!